У людей, естественно, есть страх. Это справедливый страх. За каждым шагом казахстанских строителей будут следить международные агентства. Одна из основных причин, почему мы строим АЭС, это нехватка дефицита электроэнергии. А майнинговые фирмы как-то повлияли на то, что у нас вообще возник вот этот энергодефицит? Если мы не будем развивать атомную энергетику, тогда мы, во-первых, будем 100% зависеть от иностранной электроэнергии. АЭС, поселок Кулькень, Алматинская область, на берегу озера Балхаш. Живучесть станции, я не побоюсь этого слова, 100 лет. А отбиваться она будет, может, первые 20 лет. И что думаете, экологи Финляндии их не слушали? Они изучили этот вопрос и решили, что, да, действительно, АЭС – это экологически чистый источник энергии. Это же не какая-то кочегарка. Это суперсовременный объект. Чтобы у нас меньше было дыма с наших труб, люди, профессионально занимающиеся экологией, скорее всего, вам скажут, да, АЭС нужна. Если построится АЭС, то есть они также будут продолжать работу? 202. 202, да? С учетом ВИИ. Жахов, я вас пригласила не случайно на интервью. Я знаю, что вы энергетик по образованию. Вы 29 лет в отрасли. Вы все знаете, да, про энергетику, все секреты. И 6 октября у нас пройдет в стране референтум по вопросу строительства АЭС. Это право наш президент передал казахстанцам. То есть будем мы строить АЭС или нет. И мне интересно ваше мнение. Вы сами за или против? Естественно, я за уже давным-давно. И если это раньше было каким-то таким, наверное, больше, наверное, ругательством, наверное, ты что, какая АЭС, мы только ее закрыли, да. В начале 2000-х разговоры шли, потому что наша, ну, не наша, точнее, а аналитическая служба вообще, правительство все-таки считало, наверное, на годы вперед, потому что вы вспомните, была программа 2030, у нас была своя программа электроэнергетики 2030. И там стоял уже вопрос, может быть, нам действительно замахнуться на свою собственную АЭС. Мешались, наверное, какие-то силы, возможно, что-то и с финансами в государстве было не очень в порядке, поэтому его отложили. Притом, отложили надолго. Отложили надолго, но, вы знаете, к этому способствовало что? Во-первых, более-менее ситуация в энергетике складывалась положительно. То есть тот бардак, который остался после развала Союза, мы его потихоньку выровняли. Были подписаны очень важные суперрыночные законы об электроэнергетике, и вот этот вот маховик закрутился. Пришли инвестиции в энергетику, пришли новые люди с новым видением, и даже были первое время иностранные компании, которые внесли некий менеджмент в нашу отрасль. И как-то про эту АЭС забыли. В 2014-2015 году правительство тогда утвердило программу, первую программу тарифа обменной инвестиций, подняло тариф с тем, чтобы станции могли модернизироваться. И мы так хорошо отмодернизировали, в хорошем понимании этого слова, что мы начали экспортировать электроэнергию в Россию до 4 миллиардов киловатт-часов. Что такое продажа такого большого количества? Это, во-первых, железнодорожные перевозки, уголь, рабочие места, это зарплата. И я помню то время прекрасно, потому что, как бы можно сказать, жизнь наладилась в энергетике. Но если бы мы бы, сказав А, сделали еще бы Б, то есть продолжили бы эту программу, продолжили бы там такие механизмы, как рынок мощности. И, наверное, сегодня, может быть, и не было бы АЭС, кто знает. Но АЭС ведь не только потому, что у нас дефицит появился. Мы же все-таки современное государство. Мы подписали международное соглашение о углеродной нейтральности. А углеродная нейтральность предполагает стопроцентный отказ от сжигания углеродов. То есть ни угля тебе, ни газа, ни мазута не должно быть в балансе. Остается что? Остается атом и возобновляемая энергетика. Возобновляемая у нас в последние годы мощно развивается. Есть господдержка, есть вообще общественная поддержка. Вы же видите, как народ с воодушевлением воспринимает, если у тебя офис, или там квартира, или дом состоит, или отапливается, или получает электроэнергию от возобновляемых источников. Ты современный, ты, значит, качественный человек. И второй — это атом. У атома, к сожалению, не очень хорошая история. Во-первых, из-за своей... Нехорошая репутация. Репутация, да. Из-за своей, скорее всего, засекреченности. Она всегда была засекречена. И, может быть, до сих пор она засекречена. Мы же многого не знаем, что там было в Симп-Латинске, да, что там было в Капу-Синьяре. Но сейчас, и, наверное, мы об этом дальше поговорим, но почему мы вообще начали обсуждать, почему мы на референдуме, потому что народ все-таки не 100% поддерживает. Ну, потому что люди не понимают, что такое атомная энергетика. Вы сами говорите, да, что это всегда было под грифом секретным. Люди помнят Симп-Латинский полигон, да, люди боятся Чернобыля повторения. Ну, то есть у людей, естественно, есть страх. Это справедливый страх, надо отметить. Но если людям начинаешь объяснять, слушай, ну, это же две разные вещи. А какая у меня разница? Там есть атом в слове. Все, там атом взрывали, и здесь атом взрывали, да. Ну, и когда начинаешь объяснять, появляются новые причины. Ладно, Симп-Латинск — это не то. А там же у тебя Балхаш, мы же его загубим. Когда начинаешь говорить про Балхаш, то там нет соприкосновения с радиоактивной частью. Хорошо, давай не Балхаш, тогда, значит, она просто взорвется. И вот эти вот вопросы последний год-полтора нам приходится преодолевать, рассказывать в том числе. Я без ложной скромности скажу, что уровень знания у людей повысился. Конечно, такие фильмы, как «Чернобыль», они не придают уверенности нашим гражданам, да, хотя я его сам лично не смотрел, но по отзывам знаю. Ну, даже кто не смотрел, тот понимает, что там все плохо. Ну, вот я по отзывам и знаю, что там все плохо, поэтому не смотрел его. Я смотрел фильм «Фокусима», кстати говоря, тоже художественный фильм. Но там, если вы заметили, там нет обвинения в том, что эту станцию погубил именно атом. Эту станцию погубили люди, которые недосмотрели по своей халатности и тому подобное. Нам возразят, но у нас тоже халатности хватает. Но вы знаете, мы не будем работать в вакууме. За каждым шагом казахстанских строителей будут следить международные агентства. И вы представляете, что такое скандал на уровне президента страны? Когда тебя обвинят или президента страны обвинят. Слушай, ты тут референдум объявил, ты начал строить, тебе народ доверил, а твои подчиненные тут какие-то дела проводят. Это действительно скандал из тех скандалов. Вот это ЛРТ покажется сказкой. Поэтому я все-таки на это уповаю, что под присмотром международного агентства, о том, что у нас будет... А что за агентство? Это международный агентство по атомной энергетике, МАГАТЭ. То есть они будут следить за каждым шагом? Совершенно верно. На протяжении 10 лет? Всего периода строительства они будут следить, да, естественно. Мы будем знать ежедневно, что происходит на этой стройке. Ну это, кстати, один из главных страхов, люди боятся коррупции, да. У нас есть долгострой ЛРТ, и люди понимают, что если это будет строиться долго, да, я так понимаю, лет 10, что на этом точно будут воровать деньги. Конечно, я не исключаю того, особенно, опять же, тут же каждого человека не убедись, что нет, мы воровать не будем, никто же тебе не поверит, правильно? Конечно, вы там все своруете, как обычно наши не очень доверчивые люди. Хотя их меньшинство. Не, ну это же есть в нашей жизни. Я согласен, что есть. Как избежать? Я повторяю, первое, это присмотр международного агентства, если вы не доверяете казахстанскому комитету по атомной энергетике. А я им тоже доверяю, это мои коллеги, мы с ними работаем уже несколько десятков лет, я им доверяю. Но если вы нашим не доверяете, ну тогда надо доверить, наверное, международному агентству. Потом я не договорил, что по сравнению с Чернобылем и даже с Фукусима, на которых стояли реакторы поколений 2 или 2-го поколения, то здесь предполагается 3 плюс, а возможно и 4 поколения. Это суперсовременные реакторы с мощнейшим, 70% стоимости АЭС, это безопасность. Представляете, 70%. Если мы говорим про 15 миллиардов долларов, то там 10 миллиардов, это только безопасность. Поэтому я даже не знаю, как мне усилить этот вопрос о том, чтобы люди сказали, а, да, ты прав, у тебя безопасность. Но я еще предложил следующее. Давайте мы сделаем некий портал, значит, создадим общественный совет строительства АЭС, включим всех противников, прежде всего, пускай 2-3 сидят там противники. Но для этого, конечно, сначала мы должны с 7-го проснуться и увидеть, что мы проголосовали, а может быть даже не ложиться, потому что я сильно переживаю на самом деле. Во-первых, это моя жизнь вся, да, потому что если мы не будем развивать атомную энергетику, тогда мы, во-первых, будем 100% зависеть от иностранной электроэнергии, во-вторых, целое поколение атомщиков мы просто потеряем. То есть они уедут, да? Во-первых, они уедут, а во-вторых, они просто не родятся, потому что те факультеты, которые сегодня имеются в Казахстане, они просто будут вынуждены закрыться. А зачем нам выпускать атомщиков, если у нас своей нету в станции? Для трех экспериментальных реакторов уж как-нибудь там мы 10 человек найдем. А тут десяток университетов готовят атомщиков, существуют большие программы по магистратурам, куда их девать? Поэтому нужно все-таки на это тоже обратить внимание. Одна из основных причин, почему мы строим АЭС, это нехватка дефицита электроэнергии. Но это же вопрос такой, не сейчас решается, да? То есть это же пока построится, да? То есть этот вопрос решится спустя 10 лет. Да, совершенно верно. И это вообще уникальный референдум в том плане, что он, по-моему, у нас третий по счету, да? Что те предыдущие референдумы, решение по ним принималось на следующий день. Подписывался в указ или конституция, и дальше мы работали. То сегодня, если, я все-таки надеюсь, что наши проголосуют граждане за, то мы решение будем ждать только через 10 лет. Вот мне сегодня рассказывают, вот вы говорите, что атомная станция живучесть 100 лет. Что там будет в Казахстане через 100 лет, никто не знает. Но я возражу им. Давайте вспомним, что было 100 лет назад. В 1924 году Казахстан, по-моему, даже не назывался Казахстан, аграрная страна, там, значит, сколько миллиона, 2-3, наверное, было. И сегодня какая мы супериндустриальная страна с такими красивыми и великими людьми, казахстанцами. Через 100 лет буквально. Я вижу, что через 100 лет это будет не одна атомная станция, а, возможно, с десяток, а, возможно, и такие совершенные, как малые модульные станции. Поэтому мир развивается, технология развивается, степень защиты, степень безопасности развивается еще быстрее. Поэтому здесь я только могу сказать, что если президент сам, глава государства, первый человек в стране, говорит о том, что нам надо развивать атомную энергетику, он сам убедился, будучи не инженером, убедился в том, что атомная станция сегодня очень безопасна. Вот один из главных противников строительства АЭС, Асет Нурзбаев, он говорит о том, что атомная станция будет работать 60 лет или даже 80, то есть 3-4 поколения людей будут получать электроэнергию, а десятки и сотни поколений после этого получат горы радиоактивных отходов. Что вы ему скажете? Что касается радиоактивных отходов. Значит, смотрите, в первый год, помните, я вам говорил по поводу топлива, в первый год замена происходит треть, ну это получается где-то 20-30 тонн. Эти отходы, их в первые несколько лет можно хранить на самой станции, в специальных отведенных контейнерах, местах, под защитой. Но в последующем Казахстан, я уверен, и это, наверное, скорее всего будет в межправительственном соглашении, будет строить собственные склады или места для захоронения. Приведу примеры международного опыта, потому что своей же у нас станции нет. Три примера. Первый — это Финляндия. Вы потом напомните, я про Финляндию вам еще раз интересно расскажу. В Финляндии она построила две станции. У нее есть хранилище, которое может, ну как сказать, сохранять или охранять эти отходы 100 тысяч лет. И в США есть, значит, места, где это топливо будет сохранено на миллион лет. А как это вообще выглядит? Это что? Какая-то большая яма или что-то? Это некие подземные хранилища. То есть это все будет закапываться? Не просто закапываться. Во-первых, контейнера непромокаемые, герметичные. То есть это все, получается, герметично упаковывается? Да, в контейнер и потом в подземную. Глубоко? Глубоко, естественно. Глубоко подземную. Все, и потом оно под охраной, и никто не имеет права это ни трогать, ни раскапывать. Ну кто рискнет? Он тут же умрет, если начнет раскапывать. Это же радиация. И если мы говорим про США, это миллион лет. Представляете? А почему миллион лет? В ходе, значит, не переработки, а в ходе выемки, значит, отработанного топлива, есть один элемент, который хранится миллион лет. Ну его, так сказать, его радиоактивность сохраняется миллион лет. Поэтому вот этот период миллион лет и взят. И третий пример — это Арабские Эмираты, которые буквально недавно вошли в клуб атомных стран, у которых есть электроэнергетика. Они уже начали строить такие хранилища где-то в песках, и они тоже скоро будут уже заниматься захоронением. Но давайте еще о другом поговорим. Мы же говорим о том, что это же не просто вот эти 30 тонн мы захораниваем. Из этих 30 тонн 30% возвращается обратно в цикл. Его обратно сжигут. То есть так можно, да? Конечно. При частичной переработке. Ее, конечно, у нас пока нет, но опять же это вопрос времени. А можно договориться с другими странами, чтобы они взяли эти отходы, переработали и вернули нам в качестве уже готового топлива. И мы его дальше будем сжигать. Поэтому я еще тоже говорю, а тут еще неизвестно, кто возобновляемый, атомная или солнечная станция. Потому что постоянно одно и то же топливо возвращается в цикл. Еще один противник строительства АЭС, экономист Алмаз Чукин, написал в Инстаграм, что АЭС наш, казахстанский, если люди проголосуют на референдуме, будет вторым Чернобылем. Почему такая уверенность? Он уверен в том, что эта АЭС взорвется. Я исхожу из того, что эти атомные электростанции современного поколения, как мы говорим, 3+, имеют такую степень безопасности, что взрывы практически исключены. На сколько процентов? На 100%. То есть это исключено? Это исключено. Более того, давайте предположим, даже если они взорвутся, или будут некие технологические нарушения, я уже не говорю про аварии, то там существует несколько степеней безопасности, защиты. Это, во-первых, сам купол, который может выдержать, как мы говорим, падение, прямое попадание самолета или каких-то оружия какого-то, снарядов. И соответствующие подземные хранилища, так называемые ловушки расплава. То есть если что-то происходит, этот расплав уходит под землю, где он гасится химическими элементами. То есть и вот этот купол также он защитит от террористических атак? Совершенно верно. Но там, прежде чем попасть на этот купол, он должен пройти еще наземную охрану, а там люди не робкого десятка. Там никакие террористы не пройдут, поэтому там даже, по-моему, и спецназ может не пройти. Благодаря возможному строительству АЭС у нас сейчас в медиаполе появилось очень много людей, которые, можно сказать, себе сделали имя. Очень много людей обязательно стараются выразить свое мнение. Но если Асет Нурзбаев умный человек, математик, имеет отношение к этой отрасли, хоть какой, то сейчас открываешь Facebook, и там все пишут свое мнение. И все говорят, это опасно, это опасно. Вот вы-то в этой отрасли, объясните нам простыми словами, да, то есть ядерная энергетика, это опасно? Динар, давайте начнем с того, что все-таки не все, наверное. Я, когда открываю свой Facebook, я вижу только, наверное, процентов 10, которые против, но они, к сожалению, громче кричат, чем остальные 90%. Естественно, нужно на этом сделать имя, или можно сделать на этом имя, да. Что касается Асета, я, наверное, не буду комментировать его выступление. Я его знаю, кстати говоря, давно, 20 лет. Работали вместе? Мы вместе работали, мы были коллегами в отрасли, но он работал в Кегоке. К сожалению, никто его не помнит, как он работал в Кегоке, но говорят, работал. Сколько работал? Я не помню, ну, может быть, полгода работал, я не знаю. Вы тоже в Кегоке работали? Это 20 лет, нет, я работал в Министерстве энергетики, и когда его назначали, я готовил приказ о его назначении, печатал этот приказ. Как символично. Ну, человек есть, может быть, даже и хорошо, чтобы нас, атомщиков, или нас, как он называет, заатомщиков, держать в теле. Потому что я за последние два года прочитал очень много литературы по атомной энергетике. Он вас держит в тонусе. Да, я и говорю, он нас держит в тонусе. Более того, я привлек к своей теме людей, которые нередко, ну, не понимали просто, или просто где-то были рядом, сомневались. Я даже более того вам скажу, я переманил на свою сторону своего отца, 84 года, человеку. Даже год назад, когда я приезжал, он у меня живет в Уральске, я ему говорю, пап, я вот АЭС, а он смотрит мои видео, смотрит телевизор. Он мне все говорит, ты что, какая АЭС, завтра взорвется и тому подобное. Тоже, как осед говорил. А вот буквально в этом году, когда я его навестил, он говорит, ты же за АЭС. Я говорю, да, я говорю, тоже за АЭС. Я говорю, пап, а что случилось? Ну, когда я начал тебя слушать, твои читать, что ты пишешь в газете, я понял, нам нужна АЭС. Ну, вот приведите нам железные аргументы, почему мы должны проголосовать за. Во-первых, если мы современные люди и стремимся к тому, чтобы снизить губительное воздействие оксидов азота, ну, грубо говоря, или простым языком говоря, чтобы у нас меньше было дыма с наших труб, вот просто откроешь окно в сторону правого берега, там всегда видна труба. Чтобы этого не было вообще, чтобы мы больше развивались в плане науки, чтобы мы просто развивали бизнес, потому что это на десятилетие вперед гарантированный бизнес, то людям люди должны голосовать за АЭС, за понятное слово углеродная нейтральность или непонятно, но простыми словами, чтобы атомная энергетика развивалась вместе с возобновляемой энергетикой. Вы знаете, я приведу буквально небольшой кейс, любая возобновляемая энергетика, она сегодня развивается вместе с системами накопления. Эти системы накопления, они же тоже должны заряжаться, вот наши обычные пауэрбенки, да? А их заряжать можно только с помощью АЭС. Почему? Потому что АЭС работает в базовом режиме, то есть 24 на 7, 365 дней в году. У нее нет перепадов, она работает по прямому графику. Но у нас потребление же, оно же не такое, у нас, точнее, у нас потребление же как раз синусоидное. Когда-то мы спим, когда-то мы выключаем свет. И как раз в этот момент, когда нам электричество не нужно, можно заряжать вот эти вот накопители, мы их называем электрители. То есть они должны параллельно развиваться, да? Совершенно верно. И пока мы еще не ушли от угля, а вы знаете, я все-таки рос в городе шахтеров, энергетиков, в Экибастузе, я знаю, что такое профессия угольщиков. Я их уважаю, это трудолюбивые, мужественные люди. И мы их просто так вот бросим сказать, слушай, все, уголь нам не нужен, мы будем развивать атомную и вия, этого делать нельзя. Помните, в послании 2-го числа президент сказал, не зря он, кстати говоря, сказал, это был под смыслом большим, что нам надо развивать углехимию. Из угля сегодня делают 200 продуктов, из угля, обычного угля 200 продуктов. И мы должны приступить к углехимии. И сегодня большая-большая армия угольщиков, их бросить на произвол судьбы нельзя, их нужно уже начинать переучивать, их нужно уже начинать переориентировать на то, что угля будет меньше, им нужно честно в глаза говорить, а не стоять перед фактом. Остается два источника энергии, атом и вия. Я про вия говорил, развивается хорошими темпами. К 30-му году в балансе у нас будет 15%, а это очень большие показатели, 15%. И мы должны, как я уже говорил, их параллельно развивать. То есть, а если только вия? Если только возобновляемые источники энергии? Да, если только возобновляемые, тогда мы потеряем систему, нашу энергосистему. И те деньги, которые мы потратили, можем потратить на АЭС, они в любом случае потратятся на ВИИ. И мы бесшабашно строить ВИИ не можем. Почему? Потому что, вот я вам говорил, что у возобновляемых источников очень низкая эффективность. При всем уважении к ним низкая эффективность. Ну, то есть, нестабильные источники. Летом, вернее, когда ночи, солнечные модули не работают. Когда ветра нет, ветревики не работают. Поэтому они не постоянные, их нужно ставить вместе с системами накопления. А это совсем другие деньги. А вот Мухтар Джакишев говорит о том, что можно строить электростанции на газу. Можно. Я его поддерживаю. Более того, у нас такие станции есть в Казахстане. Просто газа нет у нас. А так можно строить. Он приводит пример Карачаганак. Вот, кстати говоря, приводя пример Карачаганак, эти цифры уже были опровергнуты и на высоком государственном уровне, что таких объемов газа в стране нет. Для энергетики у нас в балансе до 1935 года всего 6 миллиардов кубометров газа. И то мы эти газовые станции будем использовать в целях маневрирования. Это как раз касается возобновляемой энергетики. То есть, когда солнца нет, в это время включается газовая станция. Поработает 2-3 часа и отключается. И включается опять солнце или ветер. Только для этих целей. Мы сегодня не можем себе позволить работать как маяк, постоянно на газу работать. Сегодня даже есть такие мысли, чтобы часть газа забирать у газовиков, а взамен им отдавать в возобновляемые источники. Потому что сегодня мы топимся или жгем банкноты, как говорят. Потому что газ, дефицит у нас в Казахстане. Хоть мы и называемся нефтегазовой страной, а газа-то у нас на самом деле нет. Поэтому эти цифры, при всем уважении к Мухтару Иркиновичу, этих цифр нет у нас. Никаких 8-9 миллиардов у нас нет. Почему выбрали местом строительства АЭС поселок Улькень Алматинской области на берегу озера Балхаш? Ну так исторически сложилось, что поселок Улькен находится на пересечении автомобильных дорог и всех практически линий электропередач. Там стоит очень большая электроподстанция, построенная еще в советское время. Там же на этом месте собирались строить угольную станцию приблизительно такой же мощности. Но опять же с развалом Союза хорошо хоть не успели начать, а то бы там развалины остались бы. То есть это место идеально подходит? Идеально подходит, да. И во время строительства с логистикой у нас не будут проблемы. Доставка оборудования, доставка людей на строительство. Поэтому это исторически сложившееся место. А сами жители поселка Улькен, интересно, как они отреагировали? Да, я, к сожалению, там не был, но по тем видео, которые есть в сети, ну, наверное, практически все жители за. Ну, я бы там жил, я тоже был бы за. Потому что там единственный бизнес — это рыболовство. Но его тоже нужно еще довести до хотя бы районного центра. Ну, вот если так посмотреть, больше всего они же должны бояться. Если вот прям говорить про страхи, да? Нет, в том-то и дело, что они-то уже поняли, что им как раз и нечего бояться. Потому что, ну, наверное, они читали, потому что они же ехали на место будущей АЭС жить. Наверняка читали. Но страхи минимальные должны быть. Потому что атомная станция, повторяю, это же не какая-то кочегарка. Это суперсовременный объект с таким уровнем безопасности, с таким уровнем надзора и контроля. Я уже не знаю, что сильнее охраняется. Или АЭС, или, значит, или президент вообще, что сильнее охраняет. Но еще говорят, что это очень дорого будет для Казахстана. Дорого. Очень дорого. Но за все нужное современное, конечно, нужно платить. Сколько это примерно? Ну, по разным подсчетам до 15 миллиардов долларов. Это где-то 7 или 8 триллионов тенге. А где мы возьмем эти деньги? Есть несколько источников. Точнее, даже не источников, а схем, как эти деньги можно привлечь. Значит, естественно, первое — это что-то из области фантастики взять с бюджета просто. Таких денег нет. Второе — тоже из области фантастики взять из национального фонда. Это тоже будет скандал. Третье — это просто привлечь какого-то шейха. Это тоже почти невозможно. И остается самый распространенный метод — это привлечь компанию или страну, наверное, больше, которая даст эти деньги на уровне межправительственного соглашения. А здесь обязательно нужно, чтобы это было межправительственное соглашение. Там нужно закрепить все наши достижения, наши договоренности. Снизятся тарифы? Вот все приводят пример Турции. Вот там столько-то центов. Но, во-первых, мы не Турция. Во-вторых, у нас в Казахстане очень хорошие... Мы в прошлом году провели некую реформу отрасли. И я так думаю, что именно для этой АЭС мы такую реформу провели. Единый закупщик, который мигширует все высокие тарифы, позволит снизить те высокие тарифы, которые могли бы быть, влившись в единый закупщик. Для населения тариф не изменится, наверное, практически не изменится. Потому что вы знаете, что такое поднять тариф для населения. Это чревато, да? А что касается промышленности и бизнеса, то, скорее всего, там некое повышение будет. Но в краткосрочной перспективе. Потому что живучесть станции, я не побоюсь этого слова, 100 лет. А отбиваться она будет, может, первые 20 лет. Дальше 80 лет, пожалуйста, работай, зарабатывай на ней, строй дополнительные блоки. Поэтому... То есть тарифы после того, как АЭС запустится, ну если запустится, да? Скорее всего, будут вначале стабилизируются, а потом снизятся. А, они сначала какое-то время, пока будут... Стабилизируются, да. Да, потом они уже только позже, да, снизятся. Да, совершенно верно. Еще противники строительства АЭС говорят, что это вредно для здоровья, что это не чистая энергия. Ну давайте начнем с того, что если с ней что-то случится, не дай бог, да, то, конечно, она вредная. Но экологи всего мира, и я вам обещал вернуться к вопросу о Финляндии, да? Сегодня во всех мировых экологических рейтингах Финляндия номер один, номер один. Мы все помним их видео про прекрасные леса, озера, да, природу. Воду из-под крана можно пить. Вода, вот. Это страна номер один по экологии, но у нее две АЭС. И что думаете, экологи Финляндии их не слушали, или они какие-то не такие экологи, как наши экологи? Они дали добро. Они изучили этот вопрос и решили, что да, действительно, АЭС это экологически чистый источник энергии. Поэтому нашим экологам, наверное, больше нужно радоваться. Уф, наконец-то у нас не будет золы. А почему они говорят, что это не чистая энергия? Ну, потому что это, наверное, не экологи. У меня другого просто нет ответа. Если АССЭД называет себя энергетиком, то это уже неправда. Он не энергетик, он, может быть, гениальный математик, физик, но он не энергетик. И здесь тоже люди называют себя экологами. Может быть, они не экологи, скорее всего. Потому что экологи, я вам назову, ну, даже один из руководителей нашей экологической партии, он, значит, говорит, что да, АЭС это экологически чистый источник. Они открыто об этом заявляют. И они шли с этим на выборы. Ну, не прошли, правда, но, наверное, не по этой причине, скорее всего. Но другое дело, что люди, профессионально занимающиеся экологией, скорее всего, вам скажут, да, АЭС нужна. Опасно для здоровья или нет? Если прыгнуть туда в реактор, опасно. А если возле нее ходить, жить, то не опасно. То есть и работать тоже не опасно. И работать не опасно. Знаете, какие есть опасные вещи? Вот, допустим, заходит смена или во время каких-то монтажных работ остаются, ну, одежда остается или обувь, да, подверженная радиации, наверное, то их, конечно, с собой в город куда-то увозить нельзя. Их нужно сразу утилизировать. А так, чтобы это постоянно фонило и влияло на жителей, такого нет. Вы что, ну, это просто сказки. Вот вы говорите, что в Финляндии два АЭС, да? А Финляндия вообще ни у кого не покупает? Вообще не покупает. Независимые. Более того, у нее 40% в энергобалансе, атомная энергетика, 40%. Что вы хотите? У кого покупать? Она самообеспеченная страна. Если вот на референдуме мы проголосуем за строительство, да, АЭС, то вот... Давайте так, не если, а когда. Хорошо. Допустим, проголосовали все за, да, будем строить в поселке Улькень. И через 10 лет построят, да, АЭС. И оттуда по линиям электропередач для всего Казахстана. Больше, я так предполагаю, вот сегодня... Это прямо для всего Казахстана будет? Или же только для каких-то регионов? Во-первых, не бывает такого, что какая-то станция для кого-то работает. Она работает прежде всего на систему. А потом уже системный оператор распределяет эту электроэнергию по мере надобности, по мере необходимости. То есть нельзя сказать, что атомная станция будет работать для какого-то завода или для каких-то там конкретных потребителей. Такого не бывает. Но можно с уверенностью сказать, что тот дефицит, который сегодня имеется в Южном Казахстане, порядка трех миллиардов киловатт-часов, он будет закрыт однозначно. Есть несколько десятков проектов, хороших инновационных проектов, но нет возможности их реализовать только по одной простой причине, что нет электроэнергии. И руководители районов или областей, ну просто ты меня извини, что я могу сделать? Просто нет электроэнергии. Это не в моей власти, да. И они обращаются в министерство, и министерство говорит, а у меня его самой нет. Но видите, что плохо, что она же появится через 10 лет только, а энергия нужна сейчас. Но в оправдании можно сказать, что правительство уже не сидит на месте, и оно же не будет просто сидеть и ждать, когда АЭС появится. И что надо будет делать? Значит, в следующем году в Туркестане появится 1000 мегаватт газовой электростанции. В Казларде появится 250 мегаватт тоже газовая электростанция. Алматинский регион, наши Алматинские ТЭЦ-123, тоже будут модернизированы под газ с неким увеличением мощности. Значит, здесь у нас, что и у нас, в Чемкенте тоже намечается реконструкция ТЭЦ, строительство новых линий передач, соединяющихся север и запад Казахстана. Я уже не говорю про то, что будут дополнительно Кибастузские ГРЭСы строиться. Ну, они тоже для системы. А сколько, в общем, у нас сейчас электростанций в Туркестане? 202. 202, да? С учетом ВИЭ. Если построится АЭС, да? То есть они также будут продолжать работать? Это хороший вопрос. Все, что на угле, все сразу. Динара, очень хороший вопрос. Я просто аплодирую вам. По мере развития нашей АЭС, а я все-таки уверен, что мы проголосуем за, из баланса, из энергобаланса будут выбывать эти станции. Потому что есть такие электростанции. Все, что на угле, да? И не только на угле, и на мазуте, и на газу. Они будут выбывать только по одной простой причине, что их моторесурс уже просто исчерпан. Сегодня же как делается? Вот, допустим, приходит в госэнергонадзор и говорит, у тебя моторесурс закончился давным-давно. По регламенту он должен запрет эксплуатации выписать. А он его продлевает еще на год. Понимаете? Потому что у него другой нет возможности. Если он, условно говоря, в Экибастузе закрыл бы эту станцию еще в 2021 году и заставил бы, так сказать, или мотивировал бы строить там новую хотя бы котельную, то того условного Экибастуза может быть и не будет. То есть у нас все ресурсы уже исчерпываются, да? Сто процентов. Самая новая электростанция, которая сегодня построена, я не говорю про гидро, а про газ или уголь, это станция в Уральске. Вот я сам занимался этой стройкой. Это был 2004 год. Это всего лишь 28 мегаватт, но это одна из самых новых станций. Сейчас потихоньку уже модернизацию позволяют делать. Раньше же как было? В связи с тем, что у нас дефицит, и мы не хотели тратить наши деньги на покупку зарубежной электроэнергии, мы не давали ремонтироваться нормально. То есть станция делает ремонт. Она же делает не просто что-то открутил, она полностью вскрывает турбины, меняет проточную часть. И чтобы ее закрыть, он ее открывает там, может быть, месяц, потом ремонтирует, а чтобы опять закрыть, еще полгода надо. Ну, может быть, не полгода, я утрирую. То есть такой возможности нет для капитального ремонта? Раньше не было. Сейчас системный оператор что говорит? Я тебя не тороплю, делай нормальный ремонт. Ты мне должен сегодня сделать капитальный ремонт, чтобы ты остановился только 15 апреля, чтобы за зиму я тебя не слышал, не видел. Но твою мощность, которую ты не можешь ждать, я пойду куплю в России за наши нефтедоллары. Понимаете? И таких станций у нас сегодня с десяток, наверное, есть, которые требуют просто капитальнейшего ремонта. Им сегодня позволено это сделать. И прошлый год, вы, наверное, помните, я буквально тоже на одном из государственных телеканалов меня ведущая приперла к стенке. Вы говорите, гарантируете, что больше кебастуза не будет? Я сказал, гарантирую. Хотя я не знал, хотя я точнее знал, но я же не мог предвидеть. Действительно, прошлую зиму мы более-менее прозимовали. Не было таких аварий, не было остановок. И в этом году у меня уверенность тоже есть, но не такая, как была в прошлом году. Потому что в прошлом году после кебастуза там кто только не был, начиная от президента, все ездили, смотрели. Ну посмотрим. То есть если у нас не будет строительства АЭС, то все, что у нас есть на сегодняшний день, оно уже просто исчерпывает свои ресурсы, и мы рискуем остаться без электроэнергии. Мы без электроэнергии, конечно, не останемся. Ну будем закупать. Знаете, я когда к Аташке своему езжу в Жанарку, иногда бывает, что там отключают электроэнергию. Да? Примерно, ну вот когда вот трафик, видимо, я не знаю, может у них не хватает ее. Ну в какой-то период. И причем Аташка мне говорит, это нормально, сейчас вот включат, там на 2 часа отключили. Может быть, я нахожусь, находясь в Астане, когда круглые сутки у нас свет, возможно, такие районы и где-то есть. Еще есть. Это, наверное, больше исключение, чем правило. Но есть такие риски, что вот если не будет АЭС, что в будущем мы тогда просто будем опять жить как в 90-е? Есть, и они достаточно серьезные, эти риски. Потому что у нас происходит незапланированное отключение. Понимаете? Если мы знаем, что ты сделал ремонт, ну где-то на процентов 50 ты там не смог правильно отремонтировать, просто из-за отсутствия средств, из-за отсутствия времени. Ну ты закрылся, как мы говорим в энергетике, но я не уверен, что ты отработаешь эту зиму без остановок. И таких моментов у нас, к сожалению, все больше и больше. И поэтому они будут бесконтрольно выбывать, бесконтрольно. Это самое страшное. Понимаете, когда бесконтрольно. А майнинговые фирмы как-то повлияли на то, что у нас вообще возник вот этот энергодефицит? В 22-м году, да, влияли. Сейчас? Сейчас нет. Ну, майнинговые фирмы существуют? Существуют, но они уже не оказывают такого существенного влияния на энергосистему Казахстана. Во-первых, из-за своей малочисленности, а во-вторых, из-за неудобства в плане государственного регулирования. Вы же помните, в 22-м году мажорист принял поправки в закон о цифровых активах, где были четко расписаны правила. Ну да, потому что до этого это было какое-то вообще просто... Это нашествие было. Нашествие майнинговых фирм. Чуть ли не в каждом подвале стояли по одному-два этих прибора, да, или технологового оборудования. В домах даже стояли. Да, я помню. Я помню. И тогда системный оператор просто хватался за голову и просил Минэнерго, вы сделаете что-то. Где ваш энергоназор, почему он не контролирует? А закона не было. Ты мог хоть где оставить и работай, пожалуйста. Не тех условий тебе ничего. Я только повторяю, я только в 22-м году навели порядок, и те, кто остался, ну в основном это крупные игроки, но вы знаете, что сегодня майнеры не могут просто так купить. Захотел сколько, только пошел купил. Такого же нет сейчас. Сейчас они покупают электроэнергию на централизованных торгах. И то, если есть профицит в системе. Ну вот, например, в Актобе там дефицит, но я там лично видела майнинговую ферму вот на территории, где заводы стоят. Я вам обещаю, что я узнаю у своих коллег. Что это за ферма, да? Да, что это за ферма раз, и что это за факт такой, что какая-то непонятная майнинговая ферма сохранилась. Я лично видела своими глазами, не знаю, наши операторы. Там еще, наверное, вывеска была? Майнинговая ферма. Нет, там не было вывески, но местные ребята мне сказали, это майнинговая ферма. Но там же дефицит вроде в Актобе. Там дефицит, там не хватает своих собственных мощностей. Там же идет линия от Экибастуза до Актобе. Поэтому я не знаю. Я лучше промолчу, комментировать не буду, но я лично обязательно. Но вы потом нам дадите ответ, да? Я узнаю, с коллегами переговорю, что за ферма такая, и какое у нее потребление главное. Она может там потреблять, господи. Я лично доверяю нашему президенту, и я знаю, что он видит больше, дальше, лучше, четче. И вот он говорит, что мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивала на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС. У меня вопрос. Кто будет, если вдруг, да, мы примем решение, что мы будем строить, кто будет работать на этой АЭС? Да, очень-очень хороший вопрос. Его все задают. Но на самом деле вопрос очень легкий. Вы знаете, вот нашей независимости 33 года, и все 33 года не прекращался выпуск по атомным специальностям. 33 года. Я уже не говорю про советское время. Это было обязательным, да. Таких университетов у нас с десяток. Самые ведущие — это КАЗГУ, да, по-старому называется, Гумилёва, Алматинский энергетический университет, Серегбаева в Ускаминогорске и многие-многие другие. Есть соответствующие преподаватели, есть соответствующая методика, программы есть, и эти программы соответствуют сегодня всем мировым стандартам. Более того, выпускники или, точнее, абитуренты, да, которые готовятся войти в взрослую жизнь, они проводят практические занятия на действующих реакторах исследовательских. Это вот в Алатау или в Курчатове в области Абай. Поэтому они с учёбы ещё могут, так сказать, руками потрогать, что такое реактор, грубо говоря. Поэтому здесь я сто процентов уверен, что у нас специалисты будут. Они, наверное, вы-то наверняка знаете, а у нас многие люди не знают, что у нас в своё время же был атомный реактор в Казахстане. И часть специалистов до сих пор, они ещё живы, дай бог им здоровья, и они могут помочь с эксплуатацией этой станции. Другое дело, что те выпускники, которые сегодня появляются, пока не могут найти применение в Казахстане. Часть из них уезжает в соседние страны. Я знаю, что на строительстве в Турции работает 600 человек казахстанцев, в Бангладеше работают 400 казахстанцев, и большое количество работает на атомных электростанциях во Франции, в России. И в Америке. В 1934 году, когда мы построим, скорее всего, мы всех обратно будем звать. Как раз они наберутся опыта. Опыта как раз наберутся. Но знаете, что самое важное? Я, помните, говорил про межправительное соглашение, почему это очень важно всё там закрепить. Мы должны установить некий переходный период. Хорошо. Та страна, которая будет строить, она привезёт своих специалистов, узких специалистов-атомщиков, потому что строителей-то у нас своих хватает, узких специалистов-атомщиков. Они работают в некий переходный период, готовят наших специалистов, обучают и уезжают. И на их место заступают наши казахстанцы, которые, в свою очередь, будут готовить уже другое поколение атомщиков. Поэтому, что касается специалистов, я вообще не переживаю, потому что узкоспециальности — это на самом деле не так много человек. Но они нужны, конечно, они на пересчёт. Всё остальное, что после реактора, это такая же ТЭЦ. Вот я, если, так сказать, на пенсию к тому времени не выйду, то я готов тоже пойти работать на эту электростанцию. А вот своих детей вы бы хотели, чтобы ваши дети работали атомщиками? Да, я очень хочу. У меня старший сын инженер, как и я, теплоэнергетик. И я сейчас уже его мотивирую к тому, чтобы он уже начал готовиться к тому, что он будет там работать. Я буду стараться, чтобы, по крайней мере, хотя бы на строительную работу, на монтажную, а потом уже в эксплуатации он там работал. Второй сын, к сожалению, не пошёл инженером. Я уже не говорю про дочку, которая не знает, что такое вообще инженерия. Вот. А вы бы хотели, чтобы ваш сын пошёл? Ну, у меня сын сейчас служит в армии, поэтому я, честно говоря, не знаю. Вот у него в планах сейчас поучиться сначала, а потом уже он, конечно, решит. Но для меня это, конечно, такая тема неизвестная, поэтому я даже не знаю. Но что-то интересное. Более того, у нас 20 тысяч человек работают в системе Каза-Тампрома. Понятно, что не все там физики-ядерщики, да? Но что такое работать в атомной урановой промышленности, они знают, прекрасно знают. И они, так сказать, работают десятки лет. У них такая традиция, что вот они пришли после студенчества и уходят, уже оттуда на пенсию уходят. Вот такая вот хорошая, стабильная работа. Вот им точно не надо объяснять, да, почему нам нужно АЭС. Совершенно верно. Им точно не надо объяснять. Но все-таки вы помните... Но все-таки эти для большинства людей уран, атомная энергетика, это что-то страшное. Это страшное только по одной простой причине, что у нас есть некая фобия, оставшаяся еще сепалатинского ядерного полигона. Но я еще раз хочу повторить, что это две разные вещи, совершенно разные вещи. Здесь создан с военной целью, а здесь для мирных целей. Поэтому, когда мы говорим, мы будем развивать мирный атом, мы не говорим это слово. Вернее, когда мы хотим сказать, будем развивать мирный атом, мы стараемся не говорить слово мирный. Потому что у людей возникает ассоциация, что у нас есть военный атом, что ли. У нас военного атома, слава богу, уже нет, но у нас есть атомная энергетика или будет атомная энергетика. Это то, что необходимо для того, чтобы просто у нас была электроэнергия. Своя, стабильная, чистая электроэнергия. Спасибо вам большое за это интервью, за то, что разъяснили. Я думаю, очень многие для себя зрители поняли. Хочу еще раз напомнить, что 6 октября в нашей стране пройдет референдум по вопросу строительства АЭС, где каждый казахстанец будет принимать решение за он или против строительства. Вашу позицию мы поняли. Спасибо вам большое. И вы, как эксперт, конечно, все очень четко разложили по полочкам. Поэтому, я думаю, каждый из нас примет правильное решение.